Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Капайгородский подал в отставку, что стало причиной. Теперь это выходной. Православные сочинцы отмечают Радоницу. Что обязательно нужно сделать в этот день? Взял под контроль. Почему следком проверяет условия жизни столетнего ветерана труда, живущего в бараке Сочи? Глава Сочи Алексей Капайгородский объявил решение уйти в отставку. С просьбой одобрить его он обратился к губернатору региона. Вениамин Кондратьев решение главы Сочи поддержал и поблагодарил Капайгородского за плодотворную работу. Решение уйти в отставку Алексей Капайгородский сообщил в своем телеграм-канале. Там он написал, что переходит на новое место работы. Глава поблагодарил горожан за совместный эффективный труд на благо города на протяжении последних пяти лет. Вопрос об отставке Алексея Капайгородского рассмотрят на внеочередной сессии собрания Сочи, которая состоится в среду 15 мая. 14 мая православные отмечают Радоницу, день поминовения усопших. В храмах по этому случаю служат панихиду, а родственники отправляются на кладбище и поминают ушедших. В этом году сочницы смогли прийти на кладбище с раннего утра, ведь день официально был объявлен выходным. Конечно, очень удобно. Мы должны память своих родственников, близких ценить и передавать нашим детям, внукам, правнукам, чтобы они помнили. Потому что пока у нас память живет, мы можем всегда передать добро. Это очень удобно и правильно. Родительский день. Очень даже надо поминать и убирать. Напомню, все кладбища в Сочи были заблаговременно приведены в порядок. С них вывезли сотни кубометров мусора, также убрали аварийные деревья. Особое внимание уделили оборудованию новых контейнерных площадок для сбора мусора, ремонту подъездных путей, благоустройству входных групп, установке дополнительных бесплатных туалетов. На дорожках разместили скамейки и урны. Департаментом городского хозяйства было установлено более 89 контейнеров для сбора мусора. На данный момент в городе Сочи насчитывается порядка 115 кладбищ. Специально Крадоницы к ним в городе запустили дополнительные рейсы автобусов. Валерия Асача, Дмитрий Говорков. Время новостей. На улице Новогинская устанавливают новые качели. Об этом сообщили в муниципальном центре управления курортом. Благоустройство зоны отдыха планируется завершить уже в среду. Конструкция качели уже установлена. Она состоит из навеса в виде круга с деревянным настилом. Основу составляют железные балки, расположенные в два ряда по окружности. А сами качели крепятся на прочно зафиксированные цепи. По плану здесь будет сделана подсветка, чтобы зона отдыха пользовалась популярностью и в вечернее время. Ее благоустройство планируется завершить 15 мая. Отмечается, что качели устанавливают на средства, полученные от курортного сбора в Сочи. Уже с 15 мая в Сочи усилят патрулирование города для обеспечения общественного правопорядка. Вместе с бойцами Росгвардии на улицы выйдут и народные дружины. На сегодняшний день в Сочи пять действующих дружин. Каждая прикреплена к территориальному отделу полиции. В охране общественного порядка активно участвуют и местные жители. Ими патрулируется 13 маршрутов в вечернее время суток. С 19.30 до 23.00 часов. Еще 14 маршрутов патрулируют казаки-дружинники. Особое внимание будет уделяться соблюдению детского закона в Сочи, когда нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых позже 10 часов вечера запрещено. Усилят патрулирование и на пляжах. Здесь общественный правопорядок вместе с полицейскими и бойцами Росгвардии обеспечат представители ЧОПов, казаки и народные дружины. Следственный комитет организовал проверку по факту нарушения жилищных прав столетнего ветерана труда Сочинки Марии Михайловны Рыбиной. Несмотря на то, что женщина включена в программу по переселению из аварийного жилищного фонда, длительное время пригодное жилье для постоянного проживания ей не предоставляется. Сообщается на сайте Следственного комитета. Напомню, 12 мая Мария Михайловна Рыбина отметила столетний юбилей в аварийном доме. Барак, в котором живет ветеран труда, давно подлежит сносу. Провалившийся потолок, на его месте зияет огромная дыра, запах сырости. Щели между досок, кран покрытый толстым слоем ржавчины, из которого течет только холодная вода даже зимой. Соответственно, полное отсутствие отопления. По поручению руководителя Следственного управления СКР по краю, по данному факту, следственным отделом по Хостинскому району города Сочи, незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Минувшие сутки на курорте не обошлось без происшествий. О некоторых из них расскажем в традиционной сводке ЧП. В Сочи иномарка сбила мотоцикл. Авария произошла на улице Горького возле отдела полиции Центрального района города. Об этом сообщают очевидцы. По их словам, водитель автомобиля на скорости сбил двухколесный транспорт. В результате ДТП мотоциклисту потребовалась помощь медиков. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства. На курортном проспекте в Центральном районе Сочи автомобиль сбил электросамокатчика. В результате водителю двухколесного транспортного средства потребовалась медицинская помощь. А вот на улице Гагарина под колеса автомобиля попал курьер. Момент небольшой аварии запечатлел видеорегистратор. На записи видно, как Ниссан выезжает со второстепенной на главную, не замечая мопедистом. Водители отделались лишь легким испугом. На дублёре курортного проспекта задымилась газель. Инцидент произошел на выезде из тоннеля в сторону Адлера. Обошлось без пострадавших. О причине случившегося не сообщается. В Сочи нетрезвого мопедиста без прав остановили инспектора ДПС. От освидетельствования 21-летний молодой человек отказался. Позже выяснилось, что правонарушитель передвигался на арендованном транспорте с использованием чужого аккаунта. Сейчас мопед помещен на специализированную автостоянку. Задержанному назначено 10 суток административного ареста. На курорте снова задержали любителя одурманивающих веществ. Так, внимание полицейских привлёк местный житель в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре у него изъяли свёрток с синтетическим веществом метадоном. Установлено, что наркотик задержанный приобрёл для личного употребления. Сочинцу грозит до трёх лет лишения свободы. В Аблерском районе на улице Куйбышева мужчина украл мобильный телефон. Камеры видеонаблюдения запечатлели то, как подозреваемый подходит к грузовику. Открывает незапертую дверь, хватает мобильное устройство. А после спешно покидает место преступления. Это время новостей. Смотрите во второй части программы. Покорми друга. На курорте проходит акция помощи бездомным животным. Кто и как может её оказать? Чудо архитектуры. Малый Кубанский мост празднует день рождения. Сколько ему исполнилось и чем он привлекает гостей. Постарались удивить мастера. Сочинские студенты подготовили выставку к 90-летию Зураба Церетеля. Что получилось? Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. За здоровьем в Зельцер Мед. Врачи в высшей категории. Современное оборудование. Лазерная хирургия. Доступные цены. Всё это в новой многопрофильной клинике Зельцер Мед. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru. Требуется консультация специалиста. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника Ура-Про. Строительный магазин «Ракета». Это широкий ассортимент. Программа лояльности. И вежливые продавцы. Более 15 тысяч единиц позиций. Ты точно найдёшь своё. Город Сочи. Улица Макаренко, 43, дробь 4. «Импульс» – центр психологической помощи и нейрореабилитации в Сочи и Адлере. Предоставит комплексную диагностику и личный план коррекции. Запись на сайте eboostersochi.ru. Экспресс-диагностика бесплатна. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника Ура-Про. 300-04-79. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий бесплатно. «Открытый институт» аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org В эфире «Время новостей». В студии Владислав Бескрумный. Мы продолжаем. «Покорми друга» – так называется акция по оказанию помощи бездомным животным. Она стартовала в Сочи несколько дней назад. Ее участники приезжают в приют, где проживают брошенные животные и привозят им кормы и медикаменты. Сегодня в приюте живут более 170 собак самого разного возраста и пород. Животные совершенно разные по характеру и привычкам. Кто-то тянется к незнакомому человеку. А кто-то жалобно смотрит со стороны, но, безусловно, не доверяет новым посетителям. С собаками работает психолог. Раненых животных также берут в приют. Здесь выполняют все необходимые действия, чтобы ускорить процесс выздоровления четвероногих. И вновь поставить их на лапы. Животные все здесь на основании заявок, то есть обращений граждан города Сочи. Производится отлов безнадзорных животных. И размещается уже здесь, где проводят процедуру ОСВВ. То есть отловили, обработали животных, провакцинировали, стерилизовали. И потом уже на 27-й день мы выпускаем опять в прежнюю среду обитания. Сегодня гостем Центра по обращению с животными без владельцев стала студентка Рудээн Вардуи Губасарян. Она привезла обитателям приюта вкусные подарки и лекарства. Среди них инъекционные шприцы, одноразовые перчатки, корм и лакомство для хвостатых. Я считаю, что животные так же, как и люди, нуждаются в медикаментах. Животные это наши братья меньшие. Я надеюсь, что у каждого животного из данного приюта найдется свой хозяин. Сегодня для животных в приюте есть все необходимое. На территории размещены манеж, приемная и медицинский блок. Собаки получают ветеринарную помощь и специализированный уход. В настоящее время неравнодушные сочинцы уже передали 550 килограммов корма для животных. Собакам не хватает только заботливого хозяина и дома. Поэтому, если среди зрителей телеканала «Сочи-24» найдутся те, кто все же решит взять себе четвероногого друга из приюта или захочет оказать помощь его обитателям, они могут обратиться в Центр по обращению с животными без владельцев. Он расположен на улице Армянской, 100В. Дополнительную информацию можно узнать по телефону. Номер вы видите на своих экранах. Алла Матюханова, Валерия Асачи, Дмитрий Говорков, Дмитрий Петрий. Время новостей. Бюст космонавта, дважды героя Советского Союза и почетного гражданина города Виталия Севастьянова торжественно открыли в Международном аэропорту Сочи. Аэрогавань курорта носит его имя с 2019 года. Бюст Виталия Севастьянова разместили на главной галерее неподалеку от выхода из терминала. Для сотрудников Международного аэропорта Сочи то, что мы стали носить имя такого замечательного, выдающегося летчика-космонавта, накладывает ответственность на те технологии, на те правила, которые мы применяем по обслуживанию пассажиров, воздушных судов. И для нас, для всех, это очень знаменательное событие. Виталий Севастьянов вырос в Сочи, окончил девятую школу. Летчик-космонавт неоднократно подчеркивал, что путевку в большую жизнь ему дал именно город-курорт. Во времена своих полетов в космос и потом, будучи государственным и общественным деятелем, всегда помогал родному городу, способствовал его развитию как курорта. Именно он стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории города-курорта Сочи, куда передал в дар более ста экспонатов из-за звездного городка. По поручению главы города Сочи, Капайгородского Алексея Сергеевича, международному аэропорту Сочи мы открываем бюст Виталию Ивановичу Севастьянову. В том числе гости, жители могут прийти, посмотреть здесь определенные информационные стенды, о жизни Виталия Ивановича, а также о развитии аэропорта. Вокруг бюста Виталия Севастьянова высадили растения и установили стенды с биографией космонавта и историей сочинского аэропорта. Свой 67-й день рождения празднует сегодня знаменитый Малый Кубанский мост через реку Сочи, соединяющий улицы Чайковской конституции. Он пользуется большой популярностью не только у жителей, но и у гостей курорта. Пешеходный мост, построенный по проекту архитектора Львова, был открыт 14 мая 1957 года. Он соединил два берега, став продолжением улицы Северной. Романтический облик отлично сочетается с видом на речные набережные и холнистым городским рельефом. Мост длиной 75 метров подвешен на элегантные каменные пилоны при помощи стальных тросов. Однако висячие конструкции постоянно нуждаются в укреплении и ремонте. Поэтому для обеспечения безопасности пешеходов мост регулярно ремонтируется. В музее Островского открылась выставка «Артпозитив». Она посвящена 90-летнему юбилею президента Российской академии художеств, народного художника СССР и России, скульптора-монументалиста Зураба Церетеля. Авторами работ выступили сочинские студенты. Моя коллега Валерия Асачия побывала на выставке и узнала, чем же будущие художники решили удивить и порадовать юбиляра. Здание морского и железнодорожного вокзала. Ротонды с многолетней историей. Белые чайки, любимицы гостей. Все главные достопримечательности курорта слились здесь воедино. И самое главное, что картины абсолютно идентичны городу. Такие же яркие, солнечные и позитивные. Серия «Батика» выполнена под девизом «Сочи вчера, сегодня, завтра». В ней вся красота и неповторимость природы курорта. Отражение его уникальной архитектуры. У нас выставка посвящена юбилею Зураба Церетеля. А так как это многогранная творческая личность, которая занималась и скульптурой, и декоративно-прикладным искусством, вот у нас представлены работы, которые освещают и охватывают это направление. Работы написаны в различных техниках. Это живопись, рисунок и декоративная композиция. Есть и холодный батик. Это когда узор на ткани создают при помощи специального состава на основе резины или бензина. Художники признаются, для вдохновения порой используют музыку. Как Виктория. Она работала над абстрактной композицией не более недели, стараясь вовремя успеть закончить. В этот момент я просто слушала джазовую музыку, и узоры сами собой появились. Каждый кусочек нужно сделать детально и проработать. И, например, тяжелее всего удались вот эти участки, так как они самые темные. Особое место в галерее образов юных художников заняла духовная и архитектурная составляющие. Соборы, расписанные изнутри, алтарь, иконы, картины словно перенесли зрителей в намоленный храм. Нотками искусства пронизано несколько работ студентов. Чтобы передать атмосферу, царящую в театре, в таком таинственном и волшебном месте, нужны особый талант и тонкость. Вот эта прекрасная работа «Зимний театр». «Зимний театр», который вдохновил своей музыкой, своим пространством, своей красотой, архитектурой. И ребята выполнили здесь этюды именно маслом. То есть это масляная техника живописи. Вот можно увидеть на этой работе, что как будто бы у нас какая-то вуаль. На самом деле этот приём используют в Нью-Йоркской школе живописи, которую мы также иногда изучаем. И это эффекты, которые можно сделать при помощи дополнительных материалов. На картине таким материалом выступил обыкновенный пакет. Произведение наполнено удивительной лёгкостью. Такую лёгкость и воодушевлённость ощущает зритель театра, входя в фойе. Эти чувства были переданы и посетителям выставки. Всего здесь представлено более 70 лучших работ студентов. Увидеть их можно в Музее Островского до 7 июня. Валерия Асачи, Дмитрий Петри. Время новостей. Ну а любителей музыки ждёт сюрприз. 18 мая в Сириусе пройдёт мультимедиа-концерт камерной музыки от команды классических музыкантов и современных художников «Школа Крюн». Произведения Моцарта, Пуленко и Прокофьева прозвучат в сопровождении сложной мультимедийной декорации, специально созданной для проекта и краткой лекции об истории камерной музыки. Участники команды отмечают, что концерт будет интересен как ценителям классической музыки, так и неподготовленной публике. Начало в 19.30. Билеты на сайте parksyrius.ru На этом у меня всё. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи 24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и кинофиша. Трагедия в индийском городе Мумбаи. Здесь огромный рекламный щит упал прямо на людей. Это случилось во время сильной грозы. Сообщается по меньшей мере о 14 погибших. Ещё 74 человека получили телесные повреждения. Их отправили в больницы. Некоторые в критическом состоянии. Число жертв может возрасти, поскольку кто-то ещё может оставаться под завалами. Спасательная операция продолжается. Рекламный щит высотой 30 метров стоял рядом с оживлённой дорогой в районе Гаткопар. Он упал на заправочную станцию и несколько жилых домов. Ливень сопровождался сильными порывами ветра. Полиция начала расследование. Она утверждает, что рекламный щит был установлен незаконно. По обновлённым данным властей, более 30 пострадавших уже были выписаны из больницы. В тот же день непогода нарушила работу аэропорта Мумбаи. При этом официально сезон дождей в Индии ещё не начался. Обычно он длится с июня по сентябрь. Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтанат Нокеновой. Судебный процесс длился 7 недель. Его транслировали в прямом эфире. Бишимбаев забил жену до смерти 9 ноября прошлого года. Перед этим супруги поссорились. Преступление произошло в ресторане, который принадлежит Бахаджану Байжанову, родственнику Бишимбаева. Тот тоже оказался на скамье подсудимых, поскольку пытался уничтожить записи видеокамер, чтобы скрыть улики. Он также не сообщил о произошедшем в полицию. Байжанова приговорили к 4 годам заключения. В ходе судебного процесса Бишимбаев отрицал вину. Он утверждал, что жена была пьяна и упала, сильно ударившись головой. Однако экспертиза это опровергла. Бишимбаев долго избивал супругу по жизненно важным органам, в том числе по голове. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы. У нее было множество синяков, ссадин и кровоподтеков, а также многочисленные внутренние кровоизлияния. По словам судмедэкспертов, у погибшей предсмертная агония длилась много часов. Родственники убитой требовали для Бишимбаева пожизненного заключения. Суд приговорил его к 24 годам, признав виновным по двум статьям – истязание и убийство с особой жестокостью. Брат Нукеновый говорит, что семья ожидала такого приговора. Он устраивает родных погибшей, поскольку 44-летний Бишимбаев выйдет на свободу только в 68 лет, что близко к пожизненному заключению. Дело Бишимбаева получило широкую огласку. Родственники Нукеновой через несколько дней после ее убийства запустили онлайн-петицию, призывающую власти принять закон «Салтанат». Они потребовали защитить женщин от домашнего насилия. Петиция собрала более 150 тысяч подписей. По данным ООН, в Казахстане от домашнего насилия ежегодно умирают 400 женщин. При этом много случаев остаются незарегистрированными. Но наказание за домашнее насилие над женщинами было незначительным. Виновных штрафовали и приговаривали к незначительным тюремным срокам. В апреле этого года парламент Казахстана одобрил закон, ужесточающий наказание за домашнее насилие. Президент Турции Таип Эрдоган заявил, что более тысячи членов военизированной палестинской группировки «Хамас» проходят лечение в больницах по всей Турции. Выступая на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Греции Кириакасом Мицатакисом в Анкаре, Эрдоган также выразил сожаление, что греческое правительство рассматривает группировку как террористическую. Турция осудила наступление Израиля на газу, призвала к немедленному прекращению огня, прекратила всю торговлю с Израилем и объявила о своем решении присоединиться к иску Южной Африки в Международный суд о привлечении Израиля к ответственности за геноцид. В прошлом месяце Эрдоган принимал в Стамбуле делегацию «Хамас», включая его лидера Исмаила Ханию. Тогда он назвал группировку «освободительным движением». Между тем улицы южного города Рафах в Газе опустили после того, как большинство палестинцев уехали в специальную зону для перемещенных лиц ближе к границе с Египтом. У меня нет выбора, как и у всех. Если бы был выбор, я бы не покинула свой дом. Но все ушли, поэтому я делаю то же самое. Что мне делать? Остаться одной? Мне страшно оставаться одной. Последние несколько недель интенсивные бои происходят как на северной, так и на южной окраине сектора Газа. В итоге сотни тысяч палестинцев снова обратились в бегство, а международные организации предупреждают, что гуманитарный кризис может резко обостриться. В понедельник израильские силы продвинулись глубоко в северные окраины сектора Газа, чтобы вернуть себе территорию, на которой, как они говорили несколько месяцев назад, они разгромили Хамас. В то же время на противоположном конце анклава танки и войска продвинулись через шоссе в Рафах. Главное агентство ООН по оказанию помощи в Газе подсчитало, что около 360 тысяч человек покинули южный город с тех пор, как неделю назад израильские военные отдали свой первый приказ об эвакуации. У этих редких попугаев появился новый дом в зоопарке Сан-Паулу в Бразилии. Здесь открылся центр сохранения и разведения голубых ара. Его площадь 900 квадратных метров. Малый голубой ара в Бразилии символический вид. Ему угрожает вымирание. В дикой природе последний попугай исчез в 2000 году. Поэтому мы должны обеспечить безопасность этой популяции, чтобы сохранить вид. Всего в зоопарке живут 27 голубых ара. В мире насчитывается около 330 птиц. В Бразилии – 85, а здесь, в зоопарке Сан-Паулу – 27. Это означает, что почти 30% бразильской популяции находится у нас. Голубой ара – эндемик Бразилии. В дикой природе эти птицы исчезли из-за вырубки лесов, скотоводства и чрезмерного отлова. Кроме того, оставшиеся пригодные места обитания заняли так называемые пчелы-убийцы. Гибрид африканской пчелы с европейскими породами пчел, выведенной в Бразилии. Голубых ара признали вымершими в дикой природе в 2019 году. Однако два года назад на волю были выпущены две птицы, которые создали пару. Осенью прошлого года у попугаев вылупились два птенца. СПОСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ Сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Телеканал «Сочи-24» приглашает зрителей провести вечер за просмотром фантастической мелодрамы «Неидеальная женщина». Искусственный интеллект учится, пробуя разные варианты. Методом проб и ошибок. А что ты понял со своим человеческим интеллектом? Действие фантастической мелодрамы «Неидеальная женщина» разворачивается в 2038 году вокруг успешного бизнесмена Ариса, разочарованного в любви. Однажды друзья делают ему необычный подарок – уникального андроида, внешне неотличимого от настоящей женщины. Прекрасная помощница, интересная собеседница и заботливая подруга для своего владельца. Элли наделена всем, кроме чувства и эмоций. Когда в новой прошивке появляются и эти опции, Ариса решает ее обновить. Чем закончится эта история для главного героя? Об этом вы узнаете, посмотрев фантастическую мелодраму «Неидеальная женщина» на телеканале «Сочи-24» в эту среду, 15 мая в 21.00. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok